рассмотрим электрическую принципиальную схему промышленного пылесоса да оказывается есть промышленные пылесосы мы все знаем как выглядят домашние пылесосы которые у нас дома но есть большой парк промышленных пылесосов эти пылесосы необходимы для работы в офисах на заводах на фабриках даже есть пылесосы которые пылесосят улицы огромные пылесосы человеческий рост который управляется человеком и они пылесосят улицы сегодня мы рассмотрим электрическую принципиальную схему промышленного пылесоса для завода вот представьте себе стиральную машину 80-х годов вот типа такой бочки в таком корпусе промышленный пылесос и он довольно мощный он установлен на колесики чтобы можно было перевозить его в нем находятся мощные двигатели с турбинами которые очень сильно всасывает воздух и этот пылесос на самом деле очень мощный и сейчас рассмотрим схему и поймем как это работает вилка включается в розетку 220 вольт вилка с кабелем кабель трехжильный есть у нас фаза neutral и заземление это обязательно ибо как правило эти пылесосы металлические и заземление необходимо далее все 220 вольт по проводам поступает на лампочку l1 и она загорается она загорается сразу как только вставили вилку в розетку то есть показывает что есть наличие сети 220 вольт кнопка включения нажимаем кнопку включения при этом напряжение по второму проводу через замкнутые контакты кнопки поступает на лампочку l2 которая означает что пылесос включен также по вот этому проводу смотрите я веду его поступает на пускатель это электромагнитный пускатель который своими контактами замкнет цепи питания моторов смотрим как это происходит верхний и нижний провод идут на контакты пускателя контакты в этот момент замкнуты после контакта пускателя 220 вольт поступает на один мотор и на второй мотор оба двигателя включены параллельно и они начинают работать конструктивно на двигателя закреплены термо предохранители если повышается температура или двигатель какой-то перестал работать по механической причине то любой из двух термо предохранителей может разомкнуться и размыкает цепь питания для пускателя пускатель отпускает свои контакты вот они и тогда оба двигателя останавливаются это аварийный режим на самом деле вся эта схема промышленного пылесоса довольно простая но ее необходимо иметь для сервисных работ и для общего понимания как работает промышленный пылесос я выполнил просьбу подписчика нашего канала в комментариях можно задать любой вопрос и какие интересуют принципиальные электрические схемы различных электронных устройств я постараюсь найти создать видеоролик и рассказать как эти схемы работают ну а сейчас напомню поставьте лайк и подпишитесь на мой канал будут много интересных обзоров электрических схем